Добрый вечер, 20.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня мы говорим о войнах. В войнах за культурное наследие, о фронтах, которые пролегли по красным линиям, по улицам наших городов. И один из адресов, которые сейчас актуальны, один из адресов боевых действий, один из фронтов, проходит сегодня по улице Воздвиженка, адрес Воздвиженка, дом 9. Именно так, я думаю, никто из вас не мог пройти мимо этой информации, не могли не слышать. Именно там находится знаменитый дом Балконского. Здесь, чтобы уже определиться, его очень интересно в прессе. То дом Валконского называют, то дом Балконского. Давайте определимся, что это дом старика Балконского через В, из войны и мира Толстого. Но его владельцами некоторое время были князья Валконские, уже через В. То есть он одновременный дом Валконских, но давайте мы его называть будем дом Балконского. Тем более, что с нами будет тогда тень Льва Николаевича. И у нас буквально прямиком с линии боевых действий в гостях Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», и также у нас в гостях архитектор Борис Пастернак. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Рустам, ну вот прямо оттуда сейчас приехали, расскажите, что сейчас происходит, потому что тема была очень актуальна, особенно дней пять назад, когда вот вы все забрались на купол, показывали. И сейчас вроде как на эти пять дней немножко она исчезла из фокуса общественного внимания. В эти пять дней тоже многое происходило, потому что в тот же день, когда забирались на купол, к концу дня пришла бумага, которая нам представлялась настоящей фактической броней. Бумага про то, что, оказывается, с 11 марта объединение административно-технических инспекций ООТ остановило эти работы. Эта бумажка где-то приколотая на гвоздик находилась у застройщика, а мы эти 110 дней бегали вокруг дома, об этой бумажке не зная, но догадываясь. Все это произошло в один день, и нам казалось, что это момент какого-то перелома, всякий случай психологического, после которого не может продолжаться, как продолжалось. Но прошел день-другой, застройщик, поскреб в затылке, запустил новую дурку про то, что эта бумага выдана техническому заказчику, который сменился, попросил переоформить эту бумагу на нового технического заказчика. Так на бумажках можно махаться бесконечно. Я готов анализировать эти детали, в которых дьявол, бумажные детали. Что в реальности происходит? Разрушен купол? Разрушено и разрушается то, что составляет часть образа уже дома. Когда уничтожали задние стены в марте-апреле, публика верила нам на слово, мы видели это и пытались останавливать, а сейчас это вышло на фасады. Купол — это знаковый элемент дома, фриз, карниз, гербовый щит, кстати, это все летит. Почему? Довольно просто. Потому что застройщику согласован третий этаж в высотных отметках второго, а потом еще четвертый сверх. Так вот, чтобы сделать третий этаж в высотных отметках двухэтажного дома, да, изменив уровень перекрытий, нужно этому третьему этажу сделать окна. А окна эти оказываются на том уровне, где сейчас те самые фриз, карниз, герб и прочее. Вот камнеломными методами разрушается белокаменный карниз, а дальше мы ждем, что они выйдут на фриз в 850-х годах, очень интересная датировка, кстати, таким видел Дом Толстой, когда писал «Войной мир». И на герб, он уже пустой, там, вероятно, при советской власти изображение исчезло, но это гербовый щит. Вот атака на гербовый щит, на мой взгляд, такая же символичная будет, как атака на купол, даже в чем-то больше, потому что это такой знак плебейства в дурном смысле слова. Гербы фамильные последний раз сбивали даже не вспомню в каком советском году. — Что сейчас активисты Архнадзора и сочувствующие, что вы там делаете? Вам есть доступ на этот объект? Вы там по-прежнему дежурите? — Доступа на объект нет. Мы стоим на той самой красной линии, мы дежурим, мы дежурим в усиленном режиме, как правило, в усиленном режиме, в том числе ночью. В машинах ребята сидят, если есть такая возможность, чтобы предотвращать вот эти откровенно вандальные работы. Препятствовать отливке бетонных перекрытий такой возможности почти нет, если не блокировать на въезде бетонномешалки и цементовозы. — Евгений, вас эта ситуация удивляет или это вписывается в какой-то контекст того, что происходило с культурным наследием в последние годы? И вот что особенно меня интересует, вопрос, в какой степени это происходящее характерно для новой Собянинской Москвы. Извините, Борис, Борис. — Мне лестно, потому что так звали, мы его отца. — Да-да, то был Евгений Борисович, Борис Евгеньевич, я так сказать. — Я понимаю, что можно запутаться. Я вижу в этом три важных аспекта. Первый — это некий такой парад амбиций, кто круче, крокодил или медведь. Вот примерно в таком уровне. Здесь есть и некое противопоставление Москвы и Санкт-Петербурга, людей оттуда и местных, так сказать, защитников. И, конечно, это некий щелчок по носу современной московской администрации, потому что как бы за кадром остается, что вот вы все это насогласовывали, вы как бы эту кашу и разгребаете. Вот замеряйте общественников, находите правильные слова, оценки, согласованный проект, есть возможность, есть имущественные права, как теперь говорится, и мы будем реализовывать эту историю. И что еще очень важно, я вижу в этом, проявление некого системного родового изъяна во всей процедуре отношений и согласования исторической застройки в Москве. Да, ведь если бы какой-нибудь здравомыслящий человек, видевший московские дома, эксперт, специалист, когда-нибудь увидел этот одиозный проект, он просто как бы упал со стула, потому что, я не знаю, там даже придорожные шалманы в Ляховичах в таком стиле не строят. То есть это какое-то такое уже запредельное, когда за счет усиления чиновничьей функции, как бы глаза не видят того, что приносят, все действуют в рамках некой опасности, как бы чего не вышло. И вот эта ситуация на сегодняшний день проявилась. Я уверен, что она также проявится еще в десятках мест, потому что за эти годы согласовывались и согласовывались втихую вот какие-то такие предложения. Вы говорите, петербургская сторона, кто здесь? Мне представляется, вы знаете, я много лет тому назад был на одном очень возвышенном таком совете, где мне Алексей Ильич Комич попросил описать бедственное положение Москвы. Я распинался как мог, сплясал все необходимые танцы. Там один петербургский очень уважаемый человек, директор одного музея в конце сказал, ну, Москву-то мы уже потеряли, давайте как бы заботиться о Санкт-Петербурге. И мы чувствуем, что за счет, как бы, ну, откуда дует ветер, и в какой-то степени мне представляется, что в высших эшелонах власти Москва, как город, как какие-то вот его такое тихое историческое своеобразие, не воспринимается напрочь. Что, как бы, есть некие символы державности, есть некие вот символические аспекты. Ну, да, Кремль. Да-да-да, а вот то, что касается вот каких-то милых нашему сердцу, арбатской тишины, главных улиц, ведь посмотрите, это воздвиженка там, ну, я не говорю про то, что появилось на месте военторгана. Сейчас там некий какой-то был раньше салон магазинов Rolls-Royce, было очевидно, что он построен просто практически посередине улицы, перед домом Морозовой, да, там, где раньше стоял памятник Калинина. Вдруг сегодня мы видим, что за загородочкой этот бывший стеклянный кубик, вместо того, чтобы его снести, сейчас украшают какими-то олиповатыми деталями а-ля классицизм. То есть вот вся улица становится каким-то таким кичем, и дом Балконского, который на самом деле по своей структуре примерно такой же, как дом Талызина, да, это в основе вот такие структурообразующие застройку. Он содержит в себе историю, и это часть с башенкой и по крестовоздвиженскому периоду, которая, там, условно говоря, даже 1912 года, она крайне интересна, как некое сплетение, дополнение. Нам это важно, мы видим в этом историю. А мне кажется, что кому-то... Ну да, Москва, старая Москва мешает. Мне кажется, что еще какой-то такой цинизм, перевод в юридическую плоскость, концентрация внимания на каких-то отдельных вещах. Вот мы сейчас очень внимательно следим за тем, что происходит с самими памятниками, усиливаем штрафы. А вот историческая застройка примерно по принципу с глаз долой и сердца волны. Ну да, спор хозяйствующих субъектов, мы с этим сталкивались. Рустам, а вы видели, вы вообще с заказчиком сталкивались, ведь там же, так сказать, интересы, как я понимаю, Ковальчука и вообще всей, так сказать, высшей группировки. У этой беды есть фамилия Ковальчук, у Ковальчуков есть разные имена отчества. Я сначала запутался, потом немножко разобрался. Видимо, главным учредителем этого центра развития межличностных коммуникаций нужно считать Кирилла Михайловича Ковальчука, который доводится сыном директору Курчатовского института Михаилу Валентиновичу Ковальчуку и дядю банкира Петербургского Юрия Валентиновича. Вот не знаю, нужно ли слушателям в этом всем разбираться, но тем не менее, это люди с ресурсом, и они этим ресурсом, на мой взгляд, и злоупотребляют. Потому что я вот не хотел бы, стал быть, иметь таких друзей, которые бы свои личные дела и свой личный бизнес делали бы с репутационными потерями для меня, предположим. Будь я первый человек в стране, будь я последний человек, я бы не желал бы таких друзей. А какова сейчас роль мэрии во всем этом? Она вообще... Возможно ли вмешательство Собянина? Возможно ли вмешательство городских властей? Городские власти впервые за 100, по-моему, 10 дней выступили с комментарием. Сделал это Кибовский, министр, ну или теперь исполняющий обязанности, министра памятников, так сказать, Департамента культурного наследия. Он сказал, коротко, если следующее, все решилось при Лужкове в 2009 году, когда этот дом сняли с охраны. Потому что мы все понимаем, что это, конечно, памятник. И поэтому теперь мы утратили юридические рычаги. Но это половина правды. Другая половина состоит в следующем. Дом остался в охранной зоне соседних памятников. Ну, дом Морозовых, дом Талызных, который Борис Евгеньевич упоминал в музее архитектуры, дом Шереметьево и другие дома образуют объединенную охранную зону свою. А еще вопрос, а нельзя дезавуировать то решение, что оно было неправосудное? То есть провести повторную экспертизу и, так сказать, сказать, что то решение выведения его из зоны охраны? Об этом можно поговорить отдельно, потому что Москва еще при Лужкове подстраховала себя постановлением, согласно которому они повторные заявки не рассматривают. Но нас могла бы выручить федерация постановкой этого дома на федеральную охрану сразу, Минкульт. Пока об этом речи нет. Но так вот вторая степень защиты, охранная зона или зона охраны, это то, что сохранилось и то, что совершенно исключало поведение уже нынешних городских властей. Так как они себя повели, вести себя согласно правовому режиму зоны охраны невозможно. Коротко сказать, федеральные законы, очень отчетливо городские законы говорят, что в зоне охраны возможно только один вид строительной и реконструктивной деятельности. Регенерация утраченных элементов исторической среды. Иначе говоря, если бы у дома Болконского когда-нибудь был такой третий, такой четвертый этаж, это был бы один разговор, но такого никогда не было. Вот эта степень защиты сохранялась, а ею просто пренебрегли. Не сделали вырезку в охранной зоне, это еще один известный способ манипуляции, а просто наплевали. И в шапке этого всего написано все то же самое. Регенерация. Мы знаем, как усадьба Алексеева в Замоскворечье регенерировали с двух этажей, сделали одиннадцать. Это очень странная история и в этом смысле характерно Лужковская. Написать в шапке всего регенерация, а что там нарисовано, совершенно не важно. И прокурор смотрит, если смотрит, не на содержание, а на шапку и подписи. Мы им говорим, друзья, это незаконное согласование. Этот чиновник поставил визу вне правового поля. Это, если угодно, превышение полномочий, назовите это так. Нет, говорят они, это вроде как надзорные органы, что же мы будем вмешиваться. Они поставили свою визу. Два абсолютно противоположных подхода. То есть, я хочу сказать, что нынешнее правительство Москвы ответственно за эту ситуацию в большей степени, чем у Лужков. Потому что и решение о продлении проекта самого принято на град-земкомиссии, который возглавляет Собянин и введет, может быть, Хуснулин. Решение о выдаче град-плана земельного участка, ГПЗУ, принято на этой же комиссии почему-то. А Москва архитектура выдала его уже технически. Рустам, ну вот да, здесь меня, так сказать, вывод ваш интересует. Действительно, что Собянин и нынешнее правительство Московское несет ответственность за эту ситуацию. Что перевод стрелок на Торио-Лужковское решение 2009 года не работает. То есть, был второй ряд юридических рычагов, которых они сами себя лишили. А вы считаете, может быть, возможно было бы, Борис, вот вы как в рамках сейчас нынешней Собянинской предвыборной кампании, которая пока вроде как ведется такими достаточно гуманными методами, вмешательство мэра и вмешательство мэрии в том, чтобы разрулить эту ситуацию. Вы бы верили в такой ход событий? В какой-то момент мы на это внутренне рассчитывали, но мне кажется, что здесь необходима политическая воля, скажем так, высшего уровня. А она, на мой взгляд, приобрела именно такой дидактический характер. Вы, ребята, нашалили, вы как бы и разгребаете. Это очень в характере, мне кажется, так сказать, вот каких-то таких вот психологического портрета. И, вы знаете, ну, это, так сказать, совершенно одиозная ситуация, правда ведь? Ведь, кроме вот всех вещей, которые говорил Хрустам, это просто будет некая позорная конструкция, которую, ну, вот уже какое-то определенное количество лет в Москве не было, да, так сказать. Это будет даже сложно назвать домом. Этот купол, который, пусть он даже реставрационный, пусть он был там сделан в первой половине двухтысячных годов. Мы прекрасно понимаем всю еще такую, вот эта молчащая сторона хочет нам сказать, что что вы, ребята, волнуетесь там? Вы волнуетесь про Балконского? А он тут, на самом деле, жил всего пять или шесть лет, да и то уже после войны 12-го года, поэтому, как бы, какой тут сюжет войны и мира? Что вы, ребята, волнуетесь про архитектуру дома? Он же был в начале двухтысячных годов реконструирован, у него есть третий этаж со стороны двора, это хорошая реставрационная работа, но все-таки наших современников. Но то, что приобретение, как это получится, как это вот некий нам неизвестный откуда-то появившийся архитектор нарисовал, и как это все, не глядя, все согласовали, это, на самом деле, последствия вот этого материализации этого проекта. На мой взгляд, не просчитывается и не предвидится. Напомню, что у нас в гостях архитектор Борис Пастернак и координатор движения Архнадзор. Говорим мы о той войне и непредвидящемся еще мире, которая развернулась вокруг дома Балконского на воздвиженке Дом-9. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о доме Балконского, но и о гораздо большем, чем Дом Балконского. Вообще о статусе культурного наследия в нынешней России, в России десятых годов. Потому что, вы знаете, глядя на сводки с полей битв, с фронтов, понимаешь, что вот что-то вот в последние месяцы какое-то, мне кажется, идет сгущение негатива по вот этой части. Новые атаки на Архангельское, ведется там, как я понимаю, высотная застройка Пскова, ведется строительство возле Троицы Сергеевой Лавры. Или вот это вот недавнее, то, что наш МИД распорядился, подали заявку на то, чтобы вывести окраины, ну не окраины, а пригороды Петербурга из объектов культурного наследия ЮНЕСКО. То есть готовятся, видимо, к какой-то капитальной застройке все знаменитые дворцы вокруг Санкт-Петербурга. И у нас в гостях Рустам Рахматуллин, координатор движения Архнадзора и архитектор Борис Пастернак. Вот я хотел бы, чтобы вы поделились своим ощущением по этому поводу. Как сейчас, вот в последний год, сейчас уже даже не из дома Балконского, а в целом обстоит дело с культурным наследием? Потому что даже вот судя по архивам нашей передачи, мы постоянно и все чаще и чаще говорим об этом в каком-то очень таком алармистском ключе. Рустам, вот вы как человек... Даже те истории, которые вы перечислили, они очень разные и проразные. В Архангельском у меня ощущение, нам все время хотят сделать интересно. Вот есть просьба, перестать нам делать интересно. Перестать мучить нас бесконечными касациями, апелляциями. Наконец, закрыть эту тему. Перестать мучить активистов, бесконечно ходящих в суды. Это не должно быть бразильским сериалом. Все же понятно, что касается Архангельского. Ощущение, что вот специально устраивают, затягивают, создают многосерийную такую интересность. А кто создаёт? Не могу понять. Я плохо знаю подоплёку того, что находится за кольцевой дорогой. Я только вижу, что это вот такой постоянный сериал издевательства над Евгением Соседовым и другими подмосковными активистами. Системных изменений за пределами кольцевой дороги я не вижу. Я не вижу, чтобы Министерство культуры, в которое вновь влили так называемую Росохранкультуру, понимало бы, с какого конца подойти к делу. Чтобы хоть в чём-то качественно изменилась ситуация. В Москве я вижу параметры, по которым она изменяется. Какую сторону? Это другая история. Москва Собянинская. Есть какие-то сдвиги в отношении охраны культурного наследия? Если позвольте, я тоже коснусь вашего прежнего вопроса. Я вижу достаточно системную такую ситуацию, что мы же ведь всё раздавали. Раздавали земли, раздавали здания. И в какой-то момент оказалось, что в исторических городах памятники, их территории, историческая застройка – это некий последний ресурс, который не роздан, и его можно хорошо как бы раздать. И поэтому он воспринимается не как некая ценность, а условно говоря, как место под застройку. И вторая существенная, такой важный и существенный момент – это такая тенденция децентрализации системы охраны памятников. И видно, что вот эти местные царьки, региональные лидеры, неуправляемые, они как бы действуют без оглядки на будущее поколение, на ценности, которые им достались. И в этом плане, мне кажется, что это была достаточно существенная ошибка. Некий такой демонтаж системы с попыткой её приближения на места, как это там сделано во Франции, например, или в других странах. Но там отношение муниципалитетов, коммун к ценностям, которые им достались, совершенно иное. А у нас это вот именно такое разрушение. Это первое. Второе – вот это парадигма объекта собственности и объекта культурного наследия. И потворство, так называемое потворство, упрощение снятия административных барьеров в сфере застройки. Вот давайте облегчим приток инвестиций. Вот они так и притекают. Условно говоря, в каком-нибудь замечательном провинциальном городе руководитель ведомства по охране памятников имеет право забить в колокола только тогда, когда небоскрёб, условно говоря, который во всех же городах есть свои охтоцентры, появится над голубой линией Кремля Серпуховского, к примеру. После этого он имеет право проявлять какое-то негодование, такое запоздалое. Вот примерно как по дому Волхонского, где вся деятельность предпринимается пост, а должна была быть совершенно как бы на предварительной стадии. Как и всё у нас. Я хочу сейчас напомнить телефон нашей студии на И-65-10-99-6, код Москвы-495. Вот здесь приводил Рустам Архматуллин мнение петербургских, или нет, или Борис, это вы сказали, да, что Борис, говорил Борис Пастернак, что Москва уже потеряна как объект культурного наследия. Столько сломали при Лужкове и продолжают ломать и реконструировать сейчас. Как вы считаете, потеряли ли мы Москву как объект культурного наследия? Согласитесь ли вы с этими вот петербургскими архитекторами? И что нам делать в связи с этим, в связи с продолжающимся сейчас сносом дома Болконского? Потеряна ли Москва, как вы считаете? 65-10-99-6. Нет, конечно. Это контрпродуктивное мнение. Это не только петербургское или какое-либо ещё мнение, это и мнение москвичей, не близко знающих ситуацию. Надо понимать, что Москва это те самые 8,5, ну по разному счёту, плюс-минус памятников культуры, в том числе четверть в промежуточном статусе ещё, да, не до памятники. Вот сейчас отчитался господин Кибовский, что 58 зданий стало памятниками за 2,5 года. Это из 2000 ожидающих. Это очень медленная работа. Но они работают. Статистика очень серьёзная. Москва это мировая столица и русская столица. Это не должно обесценивать или сколько-нибудь уценивать каждый отдельный дом, потому что там дом Болконского незаменим, не исключаем из, не знаю, сетки толстовских адресов, толстовских маршрутов. Ну да, напомнить нашим слушателям, это все два романа Толстого завязаны. И «Война и мир», дом Старика Болконского, и Анна Каренина. Анна Каренина, поскольку Толстой видит в этом доме Китю Щербатскую, Просковью Сергеевну Щербатскую. И сам Лев Николаевич уже реальный, да, познакомился. Да, в этом доме, да. И ещё Нехлюдов в воскресенье всё время ходит вокруг воздвиженки и видит, как строится дом Морозова, ненужный дом для ненужного человека. Почему-то ощущение, что сам Толстой кружит вокруг этого дома, который ему уже не принадлежал никогда. Вот есть такое ощущение, то есть даже все три романа отчасти выводят нас на воздвиженку. Так вот я это к тому, что никакая статистика не отменяет ценности каждого дома. Но статистика Москвы – это статистика Великой Столицы. Сказать, что мы всё потеряли, это означает, ну, ничего не делать. Конечно, нет. Вот. 65, 10, 99, 6. Согласны ли вы с мнением петербургского архитектора, что Москва уже потеряна как объект культурного наследия? Или есть ещё за что бороться, в частности, вот за дом Балконского? 65, 10, 99, 6. Что происходило вот в последние годы при Собянине? Ведь я тоже слышу статистику, ведь я постоянно слышу, что вот расторгаются инвестиционные контракты, вернули городу полтора миллиона квадратных метров вот этих вот неправедных инвестиционных контрактов. Ну и, скажем так, между нами, в общем-то, я даже за последний год вижу, как, в общем-то, улучшается качество городской среды в Москве. Вот. В частности, общественных пространств, то, что, скажем, происходит по поводу парков Зарядье, то, что, так сказать, город не идёт на такие гигантские деньги, которые он может получить, вместо этого создаётся парк. Вот в этом смысле есть какие-то подвижки? Мне представляется, что, конечно, безусловно, есть, но я бы, ну, про хорошее мы много говорим, поэтому мы, скорее, наша задача предупреждать о тех аспектах, которые вот могут в какой-то степени всплыть в дальнейшем. Мне представляется, что интерес исторического города, вот, его осознание какого-то Москвы как исторической, это перекликается с прежним вашим вопросом, оно как-то не возобладало, ведь мы как-то должны понять, что мы хотим с этим городом делать, да, он должен быть там, условно говоря, город-бизнес-машина, город-музей, да, город, удобный для жилья или какая-то историческая составляющая должна как-то, вот этот сюжет, вот эта мифология и легенда Москвы, она должна быть видна и проявиться. Конечно, мы не Тосканская долина, да, правда ведь мы, но для горожан, и это видно, и по количеству экскурсий, и по той активности, которая, безусловно, общественно фиксируется, что это крайне интересный вопрос, он мог бы в какой-то степени быть таким сплачивающим, и он активно не используется и вызывает настороженность. Я даже заметил бы, что в последнее время, несмотря на то, о чем вы говорили, как я тоже воспринимаю это проявление как положительное, наметилась такая пиар-тенденция, такого некого обновленного взгляда на застройку Москвы, что он должен быть таким добротным, европейским, что нам не хватает современной архитектуры, что как бы средствами пиара хотят создать обстановку, где, условно говоря, вот эти слезы об исторической Москве или слово «воссоздание» будет восприниматься, как там издать неприличный звук в хорошем обществе. Существенные силы на это направлены, и создается такая вот обстановка. Поэтому мне представляется, что вот в этих институциях, условно говоря, нет защитника исторического города, и нет понимания его как целого продуктивного, даже в экономической сфере, его потенциала как туристического. Потенциала как города-музея, да, города. Очень, да, интересно, вот об этом как раз поговорим. А пока напомню, телефон наш, студийный 6510-99-6. То есть, как нам бороться за сохранение культурного наследия Москвы и города Болконского, или и дома Болконского. Ольга. Добрый день. Я бы хотела поговорить, я согласна с вашим мнением об архитектуре Москвы, лице нашего города. Мне бы хотелось еще поговорить о пригороде, от односпорье, что вообще архитектура изуродована и в Москве, и в поселках, в маленьких городах. А изуродована в каком смысле, кем? Новым строительством, или вы имеете в виду культурное наследие, что разрушаются старые исторические памятники? Я имею в виду, да, новое строительство. И что вот хочется просто обратиться к сообществу архитектурному. Просто кричать вообще слов, потому что, мне кажется, даже души людей изуродованы вот эти вот склады, вот эти постоянные. Ну да, ну и многие тоже знаковые объекты, не только склады, то многое, что было при Лужкове построено. Ну, каэто я вообще, конечно, искусство безобразия. Это, конечно, просто... Понятно. Ясно. Спасибо, Ольга, на такой вот крик души, я думаю. Знаете, тут нужно провести разницу между городозащитой и архитектурной критикой. Просто инвективы в адрес существующего художественного уровня архитектуры, это немножко не наш вопрос. Мы могли бы говорить о правовых режимах территории, о том, что возможно, что невозможно, что возможно в высотном, плотностном отношении, да, каковы параметры, предписанные в том или ином городе, если нас спрашивают о Подмосковье, для архитектурной деятельности. Вот задача городозащитника. Да, при этом, конечно, новое проектирование в зонах охраны, это тоже тема, и не совсем понятно, или совсем непонятно, кто должен отвечать за фасады. Вот сейчас по этому поводу как раз развернулся спор в Мосгордуме и вокруг, когда внезапно Собянин внес проект, подготовленный Московным наследием, проект поправок в замечательный 40-й закон Москвы о граддеятельности на исторических территориях. Мосгордуме просто не хочет смотреть проекты реконструкции или нового строительства в зонах охраны. Дом Болконского это пример такого проекта. И когда ведомство охранное в зонах охраны не смотрит, этого остается только ведомство архитектурное, у которого несколько другие приоритеты и несколько другие задачи. Это проблема. То есть не допустить слома закона, с одной стороны, не допустить размывания границ правовых режимов, то есть границ территорий памятников, границ зоны охраны, то, за что идет борьба в Архангельском и в других местах, это первые шаги к исправлению ситуации. О правовых режимах тоже сейчас поговорим. Еще раз хочу озвучить наш телефон 6510996. Ну и давайте вот так сформулируем наш вопрос. Москва, как вы ее видите, это город-музей, где мы должны сохранять каждое здание в пределах исторической застройки. Это тоже вопрос, что считать исторической застройкой. Хотя бы в пределах центра, в пределах бульварного кольца, вот скажем, как дом Болконского. Или это город-рынок, где мы должны использовать по максимуму все площади, делать его богатым, достойным городом. Таким. Так что город-музей или город-рынок? 6510996. Сергей на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мне кажется, что ни то и ни другое, потому что, ну, с одной стороны, известно, что Москва постоянно перестраивалась, перестраивалась. И вообще, как бы, Москва, это вот, больше ассоциируется с мчанством. Она вся кричащая, пестрящая, перестраивающаяся, там, в трендах, не в трендах. То есть каждый найдет то, что хочет. Но на самом деле, действительно, есть историческое наследие. Есть везде, как бы, достаточно вот часто принятое. Старый город. Старый город, музеи, туда ездят экскурсии, никто там особо не работает, никто особо не живет в пешеходной зоне. Вот. И, соответственно, агломерация уже, как бы, там, вокруг района, районы, бизнес-центры и прочее. Поэтому я вот не понимаю, почему в Москве долгое время вот такого не было. Это, конечно, безобразие. Сколько исторических зданий было снесено, перестроено, сделано новоделов. Ну, тут, в общем-то, об этом уже много сказали. Вот я, например, приезжаю, как бы, в другой регион, да, и приезжаешь в город. Ну, скажем так, конечно, не такой крупный, как по меркам Москвы, может быть, небольшой. Но, тем не менее, есть исторический центр. Там рестораны, кафе, пешеходные зоны. Особо ничего, в общем-то, да, в какой-то мере вот та вот старая жизнь. И есть современные районы, и каждый находит свое. Поэтому тут, сложно сказать, музей и рынок. Нет, это должен быть нормальный город, это столица, которая должна отражать, в общем-то, и наследие, с одной стороны, и двигаться вперед. Не развиваться. Спасибо. Спасибо, Сергей. 65, 10, 99 и 6. Москва, город-музей или город-рынок, где необходима новая застройка, в том числе за счет исторической застройки? Александр Викторович. Вы знаете, мое мнение следующее. Я родился, вырос в Москве и всю жизнь прожил. И вот, может быть, к своему стыду я скажу, что вот вопрос, поднятый об историческом наследии, мне кажется, он немножечко надуман. В том плане, что Москва – это современный, динамично развивающийся город, который стал таковым вот в эпоху Юрия Михайловича Лужкова. Тогда это было видно, понимаете? Видно было, как Москва меняется. Видно было, как она обновляется. Видно было, что это новый тренд города. Понимаете? Вот все эти разговоры, мне кажется, ведутся от того, что, к сожалению, судьба Москвы, она находится в руках людей не московской прописки, не московского жительства, не московского присутствия, а в людей, ну, случайных в Москве, случайных, понимаете? Именно поэтому возникают такие коллизии. А то, что архитекторы нужны, и то, что они как-то эти вопросы должны решать, это безусловно, но Париж ничем не проигрывает от того, что там есть Дефан. И он прекрасно сочетается с центром. И не надо во все это вносить вот такие вот умные дела, слова. Ее нужно... Город надо просто любить, надо вырасти и жить в нем, а не приехать сюда и говорить какие-то умные слова. Понятно. Спасибо, Александр Ильич. Ну, что вы можете сказать на его тираду? Вы знаете, формируя положение вот про город-музей, вы поступаете примерно так, как наши оппоненты еще в течение уже 20 лет. Потому что вот на все разговоры о сохранении Москвы мы слышали два аргумента. Ну, как, первый это то, что ведь Баженов сломал половину Кремля, почему нам нельзя? И второй то, что вы что хотите, чтобы Москва превратилась в музей, вы хотите, что, условно говоря, чтобы люди жили при Лучине и ездили в Бричках. Мы, на самом деле, ни один из специалистов никогда не говорил в таких консервативных понятиях. Скорее, я бы сказал, Москва — город, удобный для жизни, но не потерявший свою идентичность. Вот так бы я определил парадигму. И здесь мы переходим к следующему уровню вот таких дихотомий оппозиции, когда нам говорят, что Москва — это котел, который переварит любые новые архитектурные включения, что не хватает как бы каких-то архитектурных казусов, чего-нибудь веселенького в центре города, архитектурных аттракционов. Безусловно, архитектурными средствами дополняются исторические города и деятельность нового архитектора в какой-то степени призвана связать, сделать более современной, не утрачивая те традиционные, интересные, то городское своеобразие. Но в какой-то момент наступает такая, я бы назвал ее, точка невозврата. То есть если, ну вот Рустам лучше меня знает, как ведущий экскурсии человек, но на мой взгляд, условно говоря, я приведу такой пример, в переулках Арбаты очень сложно уже найти участок, где, повернувшись на 360 градусов в городскую панораму, не вторгнется какой-то сундук, и ты, рассказывая о Серебряном веке, не будешь вынужден, как бы, люди будут состоять у зданий, которые являются издевательством над теми вкусовыми и тонким ремесленным чутьем, которое было свойственно архитекторам прошлым, в том числе и архитекторам советского времени. Как говоря про Москву, мы не исключаем из нее и сталинскую Москву, и архитектуру парадных магистралей, и архитектуру периода конструктивизма. Нам интересно все, мы не готовы, условно говоря, решать за будущие поколения, что должно остаться, а что должно нещадно вымываться. Вот я бы так сформулировал. Это было мнение архитектора Бориса Пастернака. Напомню, что также у нас в студии координатор движения Архнадзор Рустам Рахматуллин. Это программа «Археология». Мы вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о статусе культурного наследия в Москве и шире в России. Не только о доме Балконского, который сейчас на наших глазах идет под слом, как и в свое время перед напротив него стоящий военторг, был реконструирован, фактически улица Воздвиженка теряет свой исторический облик. Но шире о том, какую роль играет культурное наследие в нашем обществе и даже в нашей политике. 65 10 99 6. Телефон наш студийный прямого эфира. Андрей на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, я не вижу никакого противоречия между сохранением прошлого города и его развитием. Город вполне может развиваться так, как растет дерево, накапливая слои, вот эти годичные кольца. Как все итальянские города развиваются. Идешь от центра, где века более ранние, периферии, приближающиеся к нашему времени. Поскольку это возможно, показывает длительный опыт целой страны, то возможно было бы и у нас. Понятно. Спасибо, спасибо, Андрей. Но все-таки есть что-то, что отличает Москву, чему Москва не может быть итальянским городом. Потому что у нас современность каждый раз врывалась, за исключением, может быть, Кремля, который тоже подвергался перестройке. Но все, что за стенами Кремля, вот у нас нет такой вот многослойной архитектуры. Ну, понятно, что, так сказать, то, что около МКАДа это все построено уже в 70-е, 80-е, 90-е и далее годы. Но вот этот вот объем вторжения политического, экономического, социального в живую ткань города в Москве гораздо больше, чем в итальянских городах. Да, я бы сказал, нам поздно быть итальянским городом, тем более надо остановиться. Мне очень понравилась мысль слушателя, что нет оппозиции между словами сохранения и развития. Я, может быть, повторяюсь, где-то уже говорил это. Да. Но язык говорит нам, что нет такой оппозиции. Оппозиция сохранению, разрушение, оппозиция развитию, стагнация, застой, еще какие-нибудь слова. Но сохранение и развитие это два положительных термина. Русский язык не может ставить их в оппозицию один к другому. Это мнимый, ложный выбор. Ложный, в худшем смысле. Поэтому, конечно, гармонизировать эти вещи можно и нужно. Я думаю, даже вот то, что говорил Борис, что противники навязывают идеи, что хотите город-музей. Мне кажется, что город-музей, мне это кажется очень привлекательным определением. На музее можно заработать гораздо больше, чем на торговом центре с подземным паркингом и гранитным цоколем. Чем на поедании самой недвижимости. Ведь это 20-летие предыдущее было ничем иным, как поеданием исторической недвижимости. В погоне за коротким и быстрым рублем. Эта стратегия себя исчерпала. Мы говорили о регионах, мы видим, как она еще работает в Нижнем Новгороде, например. Где просто традиция предыдущей московской мэрии персонифицирована. И как она уже не работает в Казани. Если верить в искренность намерений президента Татарстана, где просто все развернуто на 180 градусов, мы можем упускать какие-то детали. Но тем не менее, видно, что стратегия в Казани по отношению к наследию изменилась. И в этом смысле Нижний Новгород ведет себя неперспективно. И ясно, что это не нефть и не газ, историческое наследие. А вот медленные и долгие деньги, это перспективно, действительно. Но у Москвы тут есть свои парадоксы. Я считаю, что главный турист в Москве это москвич. Это город-страна. Это огромный город, где действительно, Борис Евгеньевич прав, миллионы людей, из которых сотни тысяч, десятки тысяч. Но действительно, очень многие люди. Это люди, которые хотели бы свой город узнать. Они не нуждаются в гостиницах. Им не нужно высчитывать дни отпуска, чтобы приехать в столицу. Они делают это совершенно иначе. А что касается въездного туризма, его, конечно, надо строить. Как его можно строить, уничтожая адреса мировых романов, это совершенно непонятно. Ну да, тут целый маршрут, можно целый музей придумать. Соответственно, вся соответствующая музей инфраструктура. Тем более, есть план вообще вот этого гигантского музейного квартала, который идет от Пушкинского музея, который там будут, не будут, фостер крышей накрывать. И дальше до музея архитектуры. То есть, это все вписывается в эту гигантскую вот этот музеум-фертель, да, как бы в Германии. Этот проект, во всяком случае, в той его части, которая касается ГМИ, мы чрезвычайно, как бы сказать, осторожно оцениваем. Мягко говоря, осторожно. Сейчас сменилось или меняется руководство в Пушкинском музее. И мы хотим снова говорить об этом. Но я бы здесь, простите, что я, может быть, снова взял слово, я бы здесь больше надежды возлагал на эти самые пешеходные территории. Мне очень нравится пешеходная территория Кузнецкий мост. Я сейчас не про плитку. Действительно, что-то замечено. Это уже пешеходная территория, уже. Это вот вполне западноевропейский город. Город для фланирования, плотно застроенные в красных линиях кварталы, где, ну, в самом деле, не место автомобилям. Я думаю, дальше будет ограничиваться движение, в самом деле, и на Дмитровке, и на Рождественке, и на других улицах. И с переходом на Никольскую в Китай город, это абсолютно правильно. Это просто наблюдение за жизнью. Тут ничего не придумано, в отличие от Арбата, когда взяли отрезок смоленского радиуса и просто закрыли. Здесь полукольцевая дорога, артерия, которая связывает в пучок несколько радиусов Кузнецкий мост. Это очень точный ход. Или Никольская. А за этим должно последовать все другое, мне кажется. Тогда мы задаем себе вопрос, а что мы здесь смотрим? Мы просто сидим за белым столиком, пьем кофе? Или, как на Никольской, мы должны, наконец, в связи с этим, открыть печатный двор Ивана Федорова, который захвачен рестораном «Кружка», открыть монетный двор, где почему-то запирается исторический музей, прекратить имущественную через полосицу в Законоспасском монастыре, перестать, в славяно-греко-латинской академии, перестать под нее подкапываться, открыть двор, где стоит церковь Успения на Чижевском подворье, совсем уже малоизвестно. Это я только Никольскую упоминаю. Перестать издеваться над расстрельным домом на той же Никольской улице. Аптека Феррейна была уничтожена там. Вот, здесь возможно, возможно, вот это превращение города в город пешеходов, в город для фланирования, это действительно та ниточка, за которую правильно было бы потянуть. Которая, да, в общем-то, превращает Москву обратно в город и превращает горожан в граждан, потому что сейчас Москва — это автомобильный город, да, это место для транзита из мест власти к местам бизнеса, ну, к местам торговли. Город, скользящего по фасадам взгляда. Да, да, город, по которому надо перемещаться на машине. И в этом отношении, конечно, здесь нет противоречия между городом сохраненным, да, и городом развивающимся. Здесь большой ветреный потенциал. 65 10 99 6, телефон наш в студийной. Евгений на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот мне, в принципе, как бы хотелось бы сказать, что подчас сами архитекторы, да, они виноваты в формировании такого облика, который мы имеем сейчас, да. То есть, ну, например, тоже Москва-Сити. Мы сейчас посмотрим, он влез по многие видовые точки. Он вылезает из-за Кремля, там, не знаю, там, панорама, Арбата, которая раньше заканчивалась там Украиной, ну, в смысле, гостинец, да. А сейчас заканчивается Москва-Сити, на фоне которой та же Украина потерялась, хотя много выгоднее в плане архитектуры выглядит, чем вот эта вот второсортная западная архитектура, вот эта вот стеклая бетона. Пример, тот же самый пример яркий, да, вот этот вот Swiss Hotel. Да, это вообще. Ну, и весь комплекс, да, и дом музыки тоже. Который сделал Гнедовский, будучи президентом Союза Архитекторов России, который должен был отстаивать это, да, он сосчел возможным, чтобы его творение, шедевр, влез между Спаской башней и храмом Покрова Пресвятой Богородицы. То есть, увековечил сам себя в этом. Я думаю, что если бы вот у коллег-архитекторов где-то было бы такое чувство, что невозможно ради своего, там, я, своего эго, портить внешний облик города, ну, это было бы очень важно. Но мне тут, кажется, здесь проблемы такие личностные стоят, да, то есть вот такого самолюбия и это воспитание, наверное. Вы архитектор, Евгений, как я понимаю. Ну, человек близкий, так скажем, к архитектуре. Понятно, понятно. Да, и вот если есть возможность, вот по поводу плитки, да, если можно. Коротко, если можно. Коротко, да. Идея отличная на самом деле, потому что город перекрывается абсолютно, так сказать, не должен быть асфальт на пешеходных зонах, да, то есть вопрос, как это должно делаться, какого формата она должна быть, да, и то есть пошаговое такое решение этой проблемы. То есть, в принципе, эта идея добрая, но... Понятно. Как все это делаю. Хорошо, спасибо. И давайте еще один звонок возьмем. 65 10 99 6. Максим на линии. Да, здравствуйте, радиослушатели. Спасибо, интересная очень передача. Вот хотел бы сказать, что противоречия нет в развитии и, с другой стороны, превращении города в музей. Город может развиваться, а противоречие, оно скорее заключается в том, что бизнес, противоречие, а развитие с деньгами или же развитие вот для горожан бескорыстное некоторое. То есть, а социальные проекты, на них постоянно ищет инвестор, и говорится, что, ну вот, нет денег, что он обязательно должен быть инвестор. Вот у проекта, хотя, ну, на развитие парков, например, вот парки у нас сейчас не развиваются в Москве, на развитие какой-то инфраструктуры, где человек может отдыхать. Я думаю, что это общественное пространство. Ну, понятно, спасибо, Максим. Ну, кстати, не совсем соглашусь, что парки не развиваются. Мне кажется, что, да, по паркам... Вы знаете, несколько лет назад проводился такой опрос среди экспатов. Какие достопримечательные Москвы им кажутся интересными? Я ожидал, что это будет только, так сказать, как некие топовые вещи. Кремль, собор Василия Блаженного, Коломенска. И был приятно удивлен, что туда попали Винзавод, Красный Октябрь. Думаю, сегодня бы уже попал и Парк Горького, и Сад Баумана. То есть, как бы, в городской обиход вот эти объекты культурного наследия, или исторической среды, или бывшие промышленные территории, немного нужно, чтобы их включить, чтобы они заработали. Ведь это же работает не только сама эта территория, это приводит к изменению всей статуса, всего статуса этого пространства. Если мы вспомним, предположим, кварталы вокруг Винзавода, раньше это было вообще, как бы, там было опасно ходить в... Ну да, зады Курского вокзала. Дикие собаки и грязные промышленные территории. А это приводит к какой-то такому процессу кристаллизации всего пространства, и это начинает работать. И Москва, безусловно, для... У нее есть такие социальные контрасты, да, там пробки в три часа около больших ресторанов, и вот такие, как бы, районы вроде Остоженки, которые пустые, которые, на самом деле, ну, можно обнести стеной, и он... Мы не нужны жителям этого района, и нам не очень нужна уже, как бы, испорченная среда Остоженки. Остоженки можно выставить высокую стену, и это будет, как коттеджный поселок где-то на предместьях Москвы. Поэтому, когда не мешают, понимаете, когда, как бы, жизнь развивается своим путем, то все получается. И здесь есть две силы. Есть, как бы, государство, которое призвано сохранять культурное наследие. И есть общество, которое, как бы, на сегодняшний день, условно говоря, защищает культурное наследие от государства. Потому что государство, возьмем Петербург, возьмем крупные проекты, наиболее одиозные случаи, так сказать, такого вмешательства непродуманного, они являются такими кооперированными, и приближенными, и продвигаемыми. И вот эта подмена этих ролей, она приводит к такому перекосу. И, ну, что тогда? Тогда, условно говоря, надо эти функции забрать у чиновников и создать некие структуры, которые будут это делать с чувством вдохновенно и, может быть, более продуктивно. Общественные структуры. Или как-то смешанные. И это говорит о необходимости прозрачности, об участии экспертного сообщества, людей, неравнодушных к этим процессам, ведь, на самом деле, так действует во всем мире. Вот такая закрытость, некая настороженность по отношению к этим силам, которые проявляются в последнее время, тоже является таким важной лакмусовой бумажкой, в какую сторону мы движемся. А ведь есть же экспертный совет при новом главном архитекторе, да? Как я понимаю, там сидят люди уважаемые. Вот что сейчас главный архитектор и экспертный совет? Они в этой и во всей ситуации какой-то имеют голос? Вы знаете, тут, если отойти на шаг назад, то надо сказать, чем отличается городостроительная деятельность от охранной. Сохранение наследия, городостроительство, это два разных законодательства, да, вообще две разных линии поведения. Поэтому, когда у главного архитектора на архитектурном совете вдруг обсуждается проект реставрационных воссозданий в усадьбе Останкино, у меня это вызывает, мягко говоря, настороженность. И ясно, что это некоторое возвращение ко временам Лужкова, когда Кузьмин выкатывал псевдо-реставрационные проекты на свой совет, потому что в действительности это были проекты создания новых объемов, которые требовали выдачи городостроительной документации. Поэтому, чем меньше объектов наследия возникает вообще в каком-либо контексте на советах у главного архитектора, тем лучше. Он должен заниматься новыми объемами и какими-то стратегическими вещами. А вот почему нет такого совета в Мосгорнаследии, совета состоящего... Общественного, экспертного. Экспертного. Научно-методическим. По закону он называется научно-методическим. Он прямо упомянут в законе города. Его нет. И проекты реставрации, в частности, должны смотреться там. Это очень четко нужно понимать, что это и два разных департамента, и два разных законодательства. Чем отчетливее мы эти вещи разведем, тем будет в действительности лучше. Что касается охранного законодательства, я смотрю, что очень многие эксперты сейчас ссылаются на некую такую точку бифуркации 7 августа. Что было 7 мая, принят новый закон, новое законодательство, изменение в Кодекс административных правонарушениях, по которому там будут совершенно такие серьезные, уже не детские штрафы, до 60 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, вот за те действия, как вот сейчас происходит с Домом Балконского. Насколько вы считаете, это может изменить ситуацию? Ну, во-первых, это, конечно, важно, потому что, как бы, закон должен показать зубы, да, он должен показать свое присутствие, потому что ситуация, которая была до этого, когда, как бы, все смеялись над теми штрафами, которые были, и были выработаны такие эффективные способы ухода от любой ответственности, когда просто сносились там памятники, как на Русаковской улице, или надстраивались памятники, как на Таганской площади. Я считаю, что это, безусловно, важно в плане обозначения некого полиса, но рассчитывать, что все проблемы наследия можно решить за счет опасности штрафов, я думаю, что этого никто и не делает, потому что наследие – это невосполнимая ценность. Если ее нет, никакие штрафы не вернут, условно говоря, те элементы зданий, которые сейчас теряются на воздвиженке. Поэтому это должно быть некой системой такого системных мер по пропаганде наследия, по тому, чтобы она осознавала, его ценность осознавалась в обществе, по некому консультативному и контролю на стадии формирования этих идей, а не на стадии, как бы, когда уже надо взимать штрафы. Поэтому я бы сказал, что даже должна быть возможность экспроприации памятников, и это есть в многих странах, или, например, государство, когда видит, что человек ничего не делает со своим зданием, оно насильственно проводит реставрационные работы, а потом с него стребует стоимость проведенной реставрации. Безусловно, такие механизмы должны присутствовать, но необходимо и просвещение, и некая профилактическая деятельность, о которой тоже все говорят. Ну вот касательно просвещения, буквально у нас последние минуты в эфире, мне кажется, Рустам, вот коротко скажите, в последние годы вы видите больше интереса к тем экскурсиям, которые вы... Я все больше вижу людей с путеводителями, вот этот вот московский туризм. Предложение... Спрос превышает предложение. Нам не удается предоставить эту, в кавычках, услугу всем желающим. Это феномен именно последних годов, года двух, я вижу. Да, почему я и говорю, что главный турист в Москве это москвич, и это вообще не туризм, собственно. Это некоторый образ жизни для большой категории граждан. Это то, что нас превращает граждан, горожан в граждан, да, потому что город это полис, город это политика. Ну что ж, благодарю вас за участие в этом эфире. Архитектор Борис Пастернак, координатор движения Архнадзор Рустам Рахматуллин. Еще раз напоминаю адрес, по которому сейчас идет противостояние, воздвиженка 9, дом Балконского. Это была программа Археология. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Спасибо.